В третьем туре я встречался с Николаем Павловичем Корнюшиным, представителем Камчатки, Дальнего Востока. Сейчас он вроде не во Владивостоке живет, но в общем все равно на Камчатке. Играет он неплохо, международный мастер, коронный дебют Каталон. Я решил пойти в принятый Ферзевый, ну и нормальный человек. Эксперименты-то, конечно, дома бы сначала поизучал. Мне только во время партии пришел в голову ход G6. G6 со мной играл один питерский маэстро на мемориале Чегорина. И в общем, я помню, что перевес получил, но у меня были серьезные вопросы. Понятно, что без повторения это было несколько неразумно, рискованно и так далее. Партия перешла неожиданно в какой-то странный нелепый Грюнфельд, который должен быть объективно неприятным. Для черных, потому что на слон бьет Ф3, ну просто Ж, Ф могут пойти. Есть, например, ход Е5 неприятный. Конь Д7, конечно, я собирался пойти, потом где-то конь Б6. Но даже если съем на Ф3, я так скажу, позиция после ЖФ, в общем, из-за слона Ж7, не сказать, чтобы мне нравилось. Вот, ну, последовало заманчивая Д5. И после конь бьет Ф3, на мой взгляд, за перевес белым можно бороться только ЖФ. А после слона Ф3 черные худшего избежали. Перед белыми такой достаточно непростой выбор. Сразу увести короля из центра или сначала разменяться на С6. Но проблема в том, что если пойти ДС, БС, то конь на С3 как-то становится не очень таким активным. И вот по вот этой диагональке могут возникнуть у черных вопросы по линии Б. В общем, ну, здесь видно, что может быть объективная оценка у черных похуже из-за слабостей даже. Вот, но это уже точно борьба на три результата. Вот, а после рокировки ЦД, ну, ясно, что конем бить, на мой взгляд, ясно. Это не очень хорошо для белых. Например, после Ф5 я просто не вижу нормального способа защитить на Б2. Не, ну, может быть, конечно, и не надо. Ну, еще пешка Д5 при случае под прицелом. Вот, то есть ясно, что у черных здесь все хорошо. А после ЕД черный конь перебрасывается на Д6. И белым, конечно, надо разменивать чернопольных слонов. Потому что слон Ж7, зверь, Николай Павлович так и поступил. И, более того, через пару ходов поставил такую симпатичную ловушку. Ну, черный, я напал на конь Д4, на вилку. И на Д6 последует конь Д4. Последовал эфир Ж4. Я попытался вникнуть в этот ход и понял, что угрожает Д6. Пришлось играть ладья Д7. Ну, и вот эта позиция. Здесь белые не успевают, к счастью, пойти Ж4. Из-за того, что теряют качество. Вот. Ну, где-то черные там вилку нанесут. А после ладья Е4 черные успели пойти Аш5. И из-за слабости пешки Д5 объективная оценка у черных поприятней. То есть не лучше там. Это не равно плюс, не минус, плюс столбик. Объективно позиция носит ничейный характер. И черным нужно как-то своего противника обмануть. И мне удалось. Я заманил его сыграть конь Е4. На мой взгляд, ход очень неудачный. Ну, то есть ход нормальный. Только на ладья С2 надо было, по-моему, вернуться. А нет, конь С3. Да, конь С3 вернуться. А после вот этого размена, Ншплю белых, особенно после шаблонного король Д4, уже становится близким к проигранному. И мне неудобно, очень неловко, что я не смог реализовать. Сейчас вот я смотрю. Ну, во-первых, на король Е4 был интересный шаг на Е1, и король попадает на Ф5. Но и после А5, Н4, у черных была интересная идея сыграть Ж5. И после АЖ, король Ж5. У белых и с пешкой Д5 проблемы. Все время пограживает Ф5. И ладья Д1 съели на Д5. Ну, если... А главное грозит ладья Ж1, ладья бьет Ж3, и пешка Аж побежала. Вот. Но и без Ж5. То есть, я дал шаг на Е1. И после короля Ф4 пристал к пешке Д5. И здесь, ходом Ж4, мне кажется, белые допустили, видимо, решающую ошибку. Ну, в смысле, что я мог очень серьезно напрячь. То есть, может быть, еще не проиграно. Но вот здесь король Ф4 отрезан от ферзевого фланга. И черные, конечно, приведя короля на С5, пешку Д5 неизбежно выигрывают. То есть, не просто выигрывают, а неизбежно. Лишняя пешка, это, конечно, всегда хорошие шансы на победу. Хотя, скорее всего, и там объективный результат ничья. Вот. Ну, то есть, надо было пойти Б4 и побежать королем на С5. Белые никак не могут воспрепятствовать этому забегу. Никак не могут ни до пешки А5 добраться, ни до пешки Ф7. И, в общем-то, ну, мне кажется, что шансы здесь были. Ну, может быть, я и не прав. Вот. Я-то сразу побежал. Это оказалось грубой ошибкой. После А3 уже Б4 не пойдешь из-за размена ладья Д4. И хуже, наверное, у черных. А после король Д7 поле С5 прикрыто. Ну, и я свернул игру вот таким образом. Ну, тут, в общем-то, как только у Рубинштейна там индульгенция. Да, все. Всем спасибо. До новых роликов, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.